Да, мы говорили о том, что человек сердится на то, когда слышит, что у него нет души. Какая разница, сердится или не сердится? Он не сердится, когда ты, как врач, объясняешь ему, что у него, не дай бог, рак? Да, но он говорит, так что же тогда живет во мне и думает? Ну, живет и думает, и что? Он путает между телом и душой, он говорит, у меня есть душа. Откуда у него душа? Так человек думает. Ну, хорошо, думать можно, за это не сажают в тюрьму. Верно, но мы хотим действительно, чтобы человек обрел свою душу. Не говори, что у него есть, чего у него нет. Не говори мы пока, вы когда-то слышали от меня в первый день, когда вы сюда пришли, что у вас нет души? Нет. После того, как человек находится некоторое время в пути, начинает понимать, что-то чувствует, подготавливает себя и начинает видеть, что духовное, он все еще по-настоящему не постиг. Ему можно объяснить и то, так приблизительно, то, что у него нет души. И поверь мне, возьмет еще много времени, пока человек на самом деле признает, что у него нет души. Он признает это в ту секунду, когда постигнет душу, потому что вещи противоположные должны быть в том же самом месте. И это всегда. Мы постигаем что-то противоположное, только в объединении между ними. Мы сейчас говорим, что нам предстоит конгресс-зор, человек может обрести свою душу. Единовременно. Да, есть такое понятие, купить весь мир за один, единовременно. А если человек уверен, что у него есть душа? Я не рассказываю ему об этом. Мы вообще не объясняем, что у человека нет ничего, что у него ничего нет. Проблема не в том, ты говоришь, у тебя нет. У меня нет миллиона долларов. Но основа для миллиона долларов, скажем, один доллар, может быть, у меня есть. А ты говоришь, есть купивший мир за единовременно. То есть у меня немножко есть, но можно купить много. И это не проблема. Таким образом ты можешь привлечь. Главное, ты говоришь человеку, что у тебя ничего нет, абсолютно ничего. И наоборот, ты противоположен душе и духовному. Противоположен. И ты говоришь, не то, что у него есть какой-то контакт, и он может купить мир, а вообще у него никакой связи, никакого контакта. И это проблемный подход, это нельзя, нельзя так говорить с людьми. На самом деле, кто об этом не забывает, те, кто имеют с нами связь, они придут, и у них действительно есть возможность, когда на одном конгрессе можно купить много. Я знаю людей, я знаю, что они сидят, слушают нас по телевизору, они знают, что они мне говорят, у нас есть душа, с чем мне прийти туда, что я там приобрету? Раскрытие высшего мира, раскрытие вообще всего. Ты хочешь видеть райский сад, пожалуйста? Меру отдачи, свойство бенеты, называется Эдон, рай. Малхот, поднимающийся туда, называется садом, райским садом. Хухма, которая там проявляется, это сам рай, как таковой, и ты не лжешь. На самом деле, он взаимопроникнется с семинарами, и он почувствует какой-то вкус отдачи, какой-то вкус духовного.